Видеоролик, как Роман попал в тюрьму в GTA 5 RP. Дали мне 1000 секунд за нарушение якобы правил сервера. В левом нижнем углу у меня написано, что нарушение правил сервера, время. И чтобы мне это время сократить, нужно работать либо вот на токарном станке, либо на швейном станке. Время 722 секунды у меня осталось, я тут уже немножко поработал. Время отнимается за работу на токарном или швейном цехе. Если я не буду работать, срок будет сокращаться в 10 раз медленнее. Поэтому можно, конечно, просто тут стоять, стоять очень долго. Вот они встали, я пройти не могу. Минус 49 секунд. За токарный станок. Они ложатся, знаешь, зачем, когда пройти не могут. Ты на швейном, всё, покажи на швейном, как работает. Да, сейчас покажу. Ну, на токарном просто надо нажать кнопку мыши и вот на этом кружочке курсор мыши держать. Он зелёным-зелёным и сейчас будет готово. А ты не сказал, что за что ты получил? Нет. Что отрабление ты не остановился? Да, как я сюда попал? Как я сюда попал? Выполнял задание... Ну, ехал на машине. Выполнял задание по угону автомобиля. Два типа на машине. Подъехали. Говорят, это ограбление. Остановитесь. А я останавливаться не стал, я продолжал ехать. Кстати, наверное, меня сюда посадили... Ну, нет, да. В общем, я продолжал ехать. Где-то секунд... Ну, сколько даже, не секунд. Сколько я минуты три, наверное, от них пытался уехать. Вот. Ну, они меня догоняли. Опять это ограбление. Остановитесь туда-сюда. В общем, я не останавливался. Продолжал ехать. Гнались они где-то минуты три. И в итоге я оказался здесь. По правилам сервера я должен был выйти. Поднять руки. И они меня должны были ограбить. То есть забрать мои денежки. Те, которые у меня на кармане. Не те, которые в банке лежат. А которые вот у меня сейчас 1128. То есть это как бы отыгрывание роли. Они бандиты, грабят. Ну, и я вот должен остановиться. И они меня как бы должны ограбить. Кстати, интересно, если бы у меня было оружие. Я мог по ним стрелять или нет? Минус 40 секунд. Вот. А я не остановился. И вот попал в федеральную тюрьму. Подбываю здесь наказание. Так, вот это стокарные станки. Теперь отнимают примерно по 40-45 секунд. Теперь на втором этаже покажу швейную фабрику. Но на ней, как по мне, так тяжелее работать. И времени больше отнимает. Надо соединять вот эти циферки. Сперва один. Тыкаешь. Потом двойку. Пунктир появился. Теперь снова стыкаю двойку. Ищем тройку. Пунктир соединился. Теперь опять тройку. Четверку. Четверку. Где пятерка? Пятерка. Пятерка. Не здесь. 6, 7, 7, 8, где? Посередке. 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13. Ну и в общем вот так вот соединяем, пока они не закончатся эти цифры. 15 где? Вниз. Вниз. Там вниз. Да, вот. 15, 17. У вас ничего не получилось, попробуйте еще раз. А, тут еще и время ограничено. Нельзя долго стоять. Видите как? Время заканчивается и все. 2, 3, 3. Тут надо еще и уложиться. Минуту что ли дают, не знаю. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, где? Вверх, 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 где гостинь. Так, 13 где? Ну, 13, 14, 14, 16, 17, 17, 19, 20. О, получилось. Сейчас посмотрим, сколько отнимут. На токарном станке 40, 45, а здесь... В общем, вот такой вот геморрой в проекте GTA 5 RP. Если вы не отыгрываете роль... Так, сколько отнимут? 81 секунду. Ой, в два раза больше. В общем, вот такая вот фигня в этом проекте, что если вы там не подчиняетесь, когда вас грабят, надо выходить. Вот я еще не знаю, что надо делать, когда полиция будет вас останавливать. Ну, тоже вы должны остановиться, выйти и там уже... Не знаю, когда меня остановят полиции, я сниму видео. Покажу, что там надо делать. И если это не выполнять, или не дай бог у вас игра вылетит, то вы сюда попадете уже не на 1000 секунд, как мне сказали. Семеновый. Не семнелый. В общем. Девятка. Верно, передан 9. Десятку не амут. Время еще идет, надо шкарить. Четыре. 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 Вверх, Вверх. Так, это рядышком. Вверх. О, получилось. Так вот, если не выполнить условия и не отыграть роль при ограблении, при остановке полиции, то, как мне сказали в Дискорде, посадят сюда не на 1000 секунд, а на 15 тысяч секунд. Ну и по времени. Вот меня сюда посадили, я тут бегаю. Сколько уже? Минут 15 я тут бегаю. Половину только снизил. Теперь займитесь работой на другом этаже. Дальнейшая работа здесь не будет. Как понять на другом этаже? Ну, наверное, выше. Может, надо периодически менять, то тут, то на станке, то на швейной фабрике. А, ты, ты забыл еще сказать, что если ты, нельзя выходить из игры, иначе ты еще больше получишь тарапы. Да, я об этом сказал. Если вот выйдешь из игры, то могут сюда посадить, как мне сказали в Дискорде, не на 1000 уже, а на 15 тысяч секунд. Да, и если вот я здесь, как мне тоже объяснили, я не проверял, конечно. Выйду из игры, то вот эти секунды, они перестанут понижаться. То есть, вот как сейчас у меня 342 секунды, если я выйду из игры, и на следующий день зайду, я окажусь тут же, и эти, как были, 340 секунд, так они и останутся. То есть, пока я в онлайне тут вот это все не отыграю, я отсюда не выйду. Вот такая система. Принес очередную партию, но написано, что нужно на другом этаже. А где этот этаж? Ну, значит, теперь только на токарке мне работать. Тут потому что не выйти. Ну, наверное, да. Это нам так специально сделано, чтобы все время швейкой не занимались, а периодически меняли род деятельности. То на токарном, то на швейном. Ну, потому что на швейном ты больше тебе занимаешься, чем на ухо. Да, и, наверное, так специально сделали, чтобы... Не только, а то бы все там, наверное, работали, да? Да. А сделали... Чтобы на швейной фабрике все время не работали, меняли. 39 секунд. Ну, ладно, тогда, по крайней мере, на токарном работе. Ну, уже одну треть отработал. Ой, две трети. Было тысячи секунд, стало 300. Так, ну вот, я думаю, последняя партия. И меня из тюрьмы выпустить должны. Здесь периодически выходят сообщения, что перейдите на этаж, это значит, что если занимались швейкой, тогда нужно токарно. Если токарным, тогда занимайтесь швейкой. Минус 84. Осталось 5 секунд еще. 4 секунды, что можно постоять? Ну, тут двериана сойти. Здесь двериана, что, мы тебя выпустили? Три секунды. Вот эти двери. А может быть, как кошку, вот туда тебе надо? Выпускайте. Выпускайте. Посмотри, левая сторона. Вот, ты, может, тут? Нет, там никого нет. А может, тебе тут только ну тебя ждут? Ну, вот оно, конечно, сокращается, но, как тут написано, в 10 раз медленнее. То есть, в принципе, если так поставить персонажа... О! Меня выпустили. Уря! Хе-хе-хе! Свобода! Свобода! Отработал Роман в этом. Ой, смотрите, просто заспавнился где-то. Где я появился? В центре. Появился в центре. В общем, вот такая вот тюрьма в GTA 5 RP. Лучше туда не попадать. И когда бандиты вас грабят, нужно останавливаться и давать им возможность грабить. А когда полицейские, то, наверное, тоже что-то надо останавливаться и наручники они оденут. Не знаю, что такое будет. С полицией я сниму отдельное видео. Попкаюй. Попкаюй. И я горчай. Попкаюй. 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 Продолжение следует...